При слове «вахтовка» возникает образ полноприводного грузовика, на раме которого вместо самосвального кузова стоит примитивная будка для перевозки людей. Но КамАЗ решил создать вахтовый автобус нового поколения. Пассажирская машина построена на двухосном шасси модели 43502. Правда, ходовую часть ради повышения комфорта пришлось существенно дорабатывать. Спереди появились длиннолистовые рессоры, а сзади — пневматические элементы. Кроме того, на автобусе установлена не отдельная кабина, а цельный монокузов. В нём могут поместиться 32 пассажира, но также планируются и специализированные версии — передвижная лаборатория, переговорный кабинет и другие. В списке опций значатся северное исполнение плюс газовые баллоны повышенной ёмкости. Кроме того, вместо 32 кресел можно заказать 23 сиденья, за которыми организовать просторный багажный отсек. В движение новинку приводит двигатель отдачей 290 сил, с которым состыкован классический шестидиапазонный автомат. КамАЗ готов предложить чисто дизельные, а также несколько газовых исполнений — на сжатом или сжиженном метане. Автобус построен по техническому заказу «Газпрома». Как уверяют создатели, модель отвечает всем требованиям безопасности. Поэтому стальной трубчатый каркас кузова сможет защитить пассажиров при перевороте машины. В салоне установлены дополнительный кондиционер и отопитель, а для входа организована автоматическая выкатная подножка. О том, когда газовый монополист начнёт получать такие вахтовки, не уточняется. Поделили на двоих. Российская МЧС теперь будет закупать технику только двух отечественных марок — КамАЗ и Урал. Эта мера позволит загрузить автозаводы заказами, а самому ведомству неплохо сэкономить. Заявление, сделанное лично главой министерства Александром Куренковым, означает полный отказ от импортной техники. Ранее задачу заключить долгосрочные контракты и оптимизировать сервисное обслуживание поставил Владимир Путин. Также президент поручил увеличить количество новой спасательной техники. К 2030 году доля свежих автомобилей должна достичь 81%. На реализацию амбициозной программы будет выделено без малого 190 миллиардов рублей. Нынешний парк МЧС, по большей части, состоит из морально и технически устаревших грузовиков ЗИЛ. Кроме того, спасатели активно используют импортную технику, которую постепенно придётся вывести из эксплуатации. Это машины марок Iveco, Mercedes-Benz и MAN.